Всем привет! С вами сегодня я, Анна Глазунова. Итак, сегодня выпуски. Ректор КФУ принял участие в предвыборных дебатах «Единая Россия». Лицеи КФУ вошли в список лучших школ России. К субботнику присоединились студенты и сотрудники КФУ. Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в дебатах предварительного голосования партии «Единая Россия», которые прошли 19 апреля. Подробности смотри в сюжете. В пятницу 19 апреля состоялись дебаты предварительного голосования партии «Единая Россия». Участие в них принял ректор КФУ Ильшат Гафуров. Любая партия, я считаю, должна проводить аналогичные праймерсы, потому что люди, идущие по партийной линии, имеют определенные приоритеты. Я иду как человек, который выставляется сам в свою кандидатуру. Но когда тебя поддержит партия, это тоже большой плюс. Праймерс дает возможность проявиться молодым людям. И я очень рад, что молодые люди очень активно включились в этот процесс. На предвыборных дебатах было заявлено две темы – благополучие и здоровье, а также образование, качество, доступность и перспективы на рынке труда. На сегодняшний день эти направления являются важнейшими. Они определяют качество жизни населения и поэтому заслуживают отдельного внимания. Оппонентами Ульшата Гафурова стали молодые, амбициозные члены партии «Единая Россия» Диана Демина, Марсель Шарапов, Татьяна Швиева и Юлия Королева. Ректор Кафульшат Гафуров отметил, почему решил участвовать в выборах. Я вижу, какие есть ограничения, опять-таки, и для развития нашей медицины, образования и для сельского хозяйства. По нашей инициативе президент республики дал поручение соответствующим ведомствам, в том числе и мне, как председателю совета ректоров, разработать программы, примерно такого названия, медицинская наука в республике Татарстан. И эти программы должны быть практикоориентированы. Голосование за кандидатов, участвующих в осенних выборах в Госсовет республики Татарстан, состоится 26 мая. До 25 мая все желающие могут подать заявку на участие в электронном голосовании на предварительных выборах кандидатов. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Казанский федеральный университет занимается не только высшим образованием, но и средним. Лицеи при университете вошли в список лучших школ. Подробности расскажем в следующем сюжете. Лицеи Казанского федерального университета вошли в топ-100 лучших школ по конкурентоспособности выпускников по версии рейтингового агентства «Эксперт.РА». Исследование основано на анализе данных выпускников, поступивших в ведущие российские вузы в течение последних двух лет. IT-лицей КФУ занял 66 место. Лицей имени Лобачевского расположился на 70-й позиции. Лицей находится в активном взаимодействии с другими структурами университета. Поскольку есть очень большой педагогический блок, и много студентов обучаются педагогическим специальностям, это опорные площадки для того, чтобы и наши преподаватели отработали свои образовательные технологии, так и с другой стороны, чтобы это была хорошая база практики для наших студентов. И поэтому все, что новое мы черпаем, или все новое, что мы создаем, мы стараемся реализовать там. Были составлены и другие рейтинги, например, 50 лучших школ России по укрупненным направлениям подготовки. В рейтинге лучших школ в сфере технической, естественно-научной направления и точной науки, IT-лицей занял 34 место, а лицей имени Лобачевского – 45-е. Все, что у нас есть в физико-математических компетенциях, в математике, и войти мы как раз и сконцентрировали, потому что это самые проблемные направления не только для республики и для нас, но и в целом в мире сейчас именно эти тренды, они определяют качество высшего образования. Также составлен список школ, лидирующих по абсолютному количеству выпускников, зачисленных ведущие российские вузы. Лицей имени Лобачевского КФУ расположился на 93-м месте, а IT-лицей КФУ – на 154-м. Впервые в этом году был составлен рейтинг школ по федеральным округам. Публикуемый рейтинг по субъектам федерации выявляют школы, вносящие наиболее заметный количественный вклад среди школ округа в пополнение студентами лучших университетов страны. Лицей имени Лобачевского по Приволжскому региону занял 10-е место. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. Апрель – месяц наполненный для студенчества Казанского университета яркими событиями и большим количеством конкурсов. Уже традиционно в КФУ проводится конкурс «Лучшая академическая группа». Все подробности далее. 22 и 23 апреля Департамент по молодежной политике проводит конкурс «Лучшая академическая группа КФУ-2019». Конкурс проводится в Казанском университете уже в 13-й раз. И в нем принимают активное участие все институты и юридические факультеты университета. В 2018 и 2019 учебном году конкурс проводится в рамках празднования 215-летия со дня основания Казанского университета. Сегодня и завтра в Униксе будет кипеть насыщенная жизнь и будут проходить очный этап конкурса, который и определит сильнейшего в разных номинациях. Я думаю, что этот конкурс, он, наверное, сложнее, чем многие другие, потому что здесь соревнуются не студенты между собой, а здесь необходимо действительно еще и показать командный дух, объединить всю группу. Участники презентовали себя жюри и зрителям, демонстрируя специфику своей специальности и традиции группы. В литературно-музыкальной композиции «Листая страницы истории Alma Mater» группы осветили значимые яркие эпизоды истории Казанского университета. Также была организована квест-игра «Мы – легенда», которая направлена на выявление интеллектуального и творческого потенциала, сплоченности и эрудированности обучающихся групп. Мероприятие просто бешеное, чумовое. Мы в Униксе, можно так сказать, первый раз относительно. До этого здесь были, но только в актовом зале. А сейчас мы исследуем буквально весь Уникс. Мы проходим замечательный квест, замечательные ребята, активные, позитивные. Мы сами на эмоциях, просто невозможно их сдержать себе. Результаты конкурса будут объявлены в мае на торжественной церемонии награждения. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универ Ньюс. 20 апреля в КФУ прошла конференция о предпринимательстве в IT-сфере. Подробнее в сюжете Алсу Сатаровой. 20 апреля в актовом зале Института управления экономики и финансов КФУ выступили спикеры, которые рассказали студентам и молодым предпринимателям обо всех возможностях и инструментах для стартапов. На самом деле сюда пришел, чтобы посмотреть на людей, познакомиться с какими-то интересными ребятами. Ожидаю мощного заряда энергии, новых знаний. Спикерами были специалисты в сфере современного IT-бизнеса, которые рассказали, как правильно презентовать свои проекты, чтобы получить инвестиции. А также поделились мнением о перспективах блокчейн-технологий и о том, что ждет нас в ближайшем будущем. Речь пойдет о высокотехнологичных стартапах. Многие не знают, что это такое. Мы как раз хотим объяснить, что это такое, вернее, рассказать на популярном языке. Лекция проходила в формате интерактива. Зрители могли также участвовать в выступлениях, делиться своим мнением и задавать вопросы спикеру. Алсу Сатарова, Тимур Табаров, Универньюз. Студенты, преподаватели и сотрудники Казанского федерального университета приняли участие в субботнике. Все активно приводили город в порядок. Обо всех подробностях в следующем сюжете. 20 апреля состоялся общегородской субботник, которому активно присоединились студенты и сотрудники Казанского федерального университета. На уборку вышли более 2000 студентов из разных институтов КФУ. К центральному субботнику Эковесна-2019 на территории Горькинско-Метевского леса присоединились студенты Института экологии и природопользования КФУ. Для желающих на территории парка был развернут маркет экологичных вещей и продуктов, выставка техники и оборудования Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана. На сцене парка выступили казанские и республиканские артисты. Мы участвуем в Эковесне не первый год. Это каждый раз дает нашим студентам, экологам представление о том, как нужно бережно относиться к самым красивым уголкам нашей Казани. Студенты Института филологии и межкультурной коммуникации убирали на территории Кировской дамбы. Субботник собрал всех неравнодушных. Каждый из участников преследовал цель привести город в порядок. Мне кажется, это важно производить уборку на таких территориях масштабных. То есть ни один человек не придет и не уберет это, а именно институтам, если прийти и помочь городу, это очень, мне кажется, замечательно. К субботнику присоединились и сотрудники Универ-ТВ. Все собирали мусор, подметали дорожки вокруг здания, а также наводили порядок на своих рабочих местах в офисах и аудиториях. Напомним, что 13 апреля ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров дал старт циклу общественно-полезных мероприятий в КФУ. В рамках распоряжения ректора субботники будут организованы в течение двух месяцев. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универ-Ньюс. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова